— Саид. — Значит, — сказал я, — магнит — это сила. — Но что такое дермант? — И дермант тоже сила, — ответил Люль. — И рассказал один случай из своих охот на медведей вместе с Саидом. Было это на узкой горной тропе. Саид встал в начале тропы, а Люль по ней перешел над пропастью, чтобы выгнать медведя на эту тропу к Саиду. Долго ждал Саид и не вытерпел. Стал осторожно перебираться по тропе на ту сторону к Люлю. И только доходит до середины — медведь тоже сюда лезет. И двум уж тут на узкой тропе не разойтись. Не успел выправить винтовку. Медведь обхватил Саида лапами, впустил когти в спину, стал прижимать к скале. Саид спрятал голову у медведя под лапой, как птица под крыло, и впустил в него кинжал по самую рукоятку. Медведь заревел и так сильно вздрогнул, что не удержался на тропе и покатился вниз в обнимку с Саидом. Пока вниз катились, медведь кончился, но когтей из спины человека не выпустил. Люль все видел, сел у пропасти, воет и стонет. А Саид и слышит, как плачет Люль, хочет крикнуть и не может, очень ему плохо. После, когда Люль спустился и понял, что жив Саид, пришлось каждый коготь медведя из спины Саида вырезать ножиком. И Саид ни разу не застонал. И целую неделю потом у костра Люль сидел и повертывал Саида к огню. Так Саид мучился, так метался в жару, но ни разу не простонал. Через неделю Саид встал и пошел. И это значит, в нем был дермант. Продолжение следует...